Почему урегулирование Карабахского конфликта не в интересах России? Рынок вооружений Как известно, Азербайджан приобретает российское оружие на миллиарды долларов и тем самым обеспечивает большими доходами российскую военную промышленность. Следовательно, разрешение Карабахского конфликта лишит российский военный сектор этих доходов. Кроме того, поставляя оружие в Азербайджан, Москва подсаживает Баку на военную иглу, так как параллельно продавая оружие Армении, вынуждает азербайджанскую сторону приобретать больше оружия. Более того, затягивая с поставкой очередной жизненно важной дозы оружия в Армению, Россия получает возможность оказывать значительное влияние на политические шаги Еревана. В случае урегулирования Карабахского конфликта Россия потеряет свой статус посредника, что лишит ее рычагов влияния на Баку и Ереван. В случае Азербайджана это может привести к бесконтрольному сближению отношений с Турцией, что крайне нежелательно для России. Именно эти козыри вокруг урегулирования Карабахского конфликта Москва и использует для того, чтобы удержать Баку от чрезмерного сближения с Анкарой. Энергетические и транспортные маршруты Урегулирование конфликта и открытие границ сделает Южный Кавказ ключевым торговым и энергетическим центром. И Россия будет не в состоянии держать под контролем этот оборот, который лишит ее почти монопольной позиции в поставках энергоносителей в Европу. Поэтому в этом контексте Москве необходимы закрытые границы и взрывоопасный конфликт в Закавказье. Карабахский конфликт экономически истощает всех его участников – Армению, Карабах и Азербайджан. Экономически ослабленных Армению и Азербайджан Москва попытается втянуть все глубже и глубже в свои интеграционные программы. А эти страны еще больше будут зависимы от денежных переводов трудовых мигрантов из России. Военное присутствие В глобальном мировом плане Южный Кавказ является для России границей с НАТО. А в этом регионе единственная российская военная база находится в Армении, что постоянно обосновывается плохими отношениями Турции и Азербайджана с Арменией. Следовательно, в случае улучшения этих отношений присутствие российских войск в Армении будет полностью безосновательным. На этом фоне уже неудивительно, что Москва любым способом попытается вывести из переговорного процесса другие страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые заинтересованы в установлении долгосрочного мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok